В эфире Вести Приволжского федерального округа. Сегодня в программе. В преддверии футбольного турнира. Готовность Казани к проведению Кубка Конфедерации. Новое ветхое жильё. Масштабная инспекция домов для переселенцев из ветхого фонда в Удмуртии. Танцы на льду. Соревнования по фигурному катанию на коньках. Кумпарсита в Самаре. Об этих и других темах в программе Вести Приволжского федерального округа. Два месяца осталось до начала футбольного турнира среди национальных сборных. Готовность Казани к проведению Кубка Конфедерации проверил глава МЧС России Владимир Пучков. Для осмотра готовности к обеспечению безопасности Кубка Конфедерации 2017 построены. Рабочая поездка главы МЧС России в Казани началась с осмотра сил и техники. Перед стадионом выставили пожарные машины, кареты скорой помощи, дроны и вездеходы. Презентовали беспилотника. В небе он может находиться два с половиной часа. Всё это обеспечит безопасность во время проведения Кубка Конфедерации. Интересовался Владимир Пучков не только техникой, но и тем, что волнует спасатели. Говорили о жилье, о том, насколько укомплектованы гарнизоны. На стадионе Казань-Арена обсудили подготовку к Кубку Конфедерации. До начала первой игры осталось два месяца. 17 мая стадион протестирует, а после матча привлекут экспертов, которые, как сказал министр, посмотрят все узкие места. Вся инфраструктура подготовлена к проведению мероприятий. Есть ряд проблемных вопросов, которые находятся на особом контроле. И, конечно, мы предприняем большие шаги по подготовке всей системы антикризисного управления. У нас нет никакого сомнения, что стоило средство, люди все не готовы выполнять поставленную задачу. Огромное слово благодавности министерству. В завершение Владимира Пучкова наградили орденом Дуслык. Министр же от имени правительственной комиссии на поле вручил Рустаму Мениханову символический мяч. Передовая российской радиоэлектроники находится в Нижнем Новгороде. Научно-производственное предприятие «Салют» производит приемопередающие устройства, аналогов которым в России нет. В этих помещениях с помощью мощных электронных микроскопов исследуются приборы, имеющие нанометровые размеры. Хорошо видно 80 нанометров. Можно рассмотреть 20 нанометров. Изначально на предприятие приходят вот такие полупроводниковые подложки. Из них-то и создаются приемопередающие устройства. Один из этапов сложной процедуры нанесения на заготовку полупроводниковых диэлектрических материалов и металлических слоев. Получается пластина, которую разделяют на кристаллы. Как раз эти электронные компоненты и встраиваются в модули различных радиотехнических систем. Электронные компоненты базы – это те кирпичики, из которых складываются многофункциональные устройства. Благодаря коренному технологическому переоснащению производства, проведенному за последние годы, были освоены современные технологии выращивания кристаллов. Это и позволило уменьшить массу и размер того же аттенюатора. Применение таких микросхем очень обширное. От автомобильных радаров и станций радиосвязи до бортовой аппаратуры различного назначения. Без ваших изделий вооруженные силы слепы-глухи? По-простому, если сказать, то это глаза и уши. В рамках государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса предприятие уже начинает осваивать серийные производства приема передающих устройств, что позволит заместить продукцию зарубежных разработчиков. Можно уже с уверенностью говорить, что мы обладаем двумя передовыми, можно сказать, технологиями в производстве СВЧ-изделий. Их сочетание – это электровакуумное и твердотельное направление. Последняя инновация – твердотельные передающие модули – является вообще пионерской в стране. Использование твердотельных модулей в оборонном комплексе позволит увеличить дальность пеленгации радиолокационной аппаратуры. Из старого ветхого жилья в новое ветхое в Удмуртии пройдет масштабная проверка домов, которые были построены по федеральной программе переселения жителей из аварийного фонда. Наверное, чтобы до пола они стали уже... Вот, до пола, по-моему, ощупь его там. По стенам трещины, обои отходят, повсюду плесень, плюс проблемы с водой и отоплением. Газа в этом доме нет, электрические конвекторы – то и дело выходит из строя. В это трудно поверить, но речь идет не о ветхом бараке. Дом построили полтора года назад, говорит Валентина Юргова. Праздновать здесь новоселье она не спешит. У нас же внуки, еще тут можно туберкулез, все схватить. Такой запах, невозможно тут дышать. Дом в деревне Кичева строился по федеральной программе для переселенцев из ветхого жилья. В казне двухэтажное здание с протекающей крышей и туалетом на улице обошлось примерно 8 миллионов. На что ушли деньги, недоумевают люди. Сумма ущербов в среднем более 300 тысяч рублей по каждой квартире. А всего? Всего, ну, умножьте на 7, 2 миллиона 100 тысяч. О проблеме уже наслышан Александр Бричалов. Сегодня исполняющий обязанности главы региона проинспектировал Кичевский дом, который вполне подходит под определение новое ветхое жилье. Вы хотите сказать, что дом построен в соответствии со всеми стандартами, технологиями, и этого быть не должно? Ну, чего мне... Максимально выдерживались все стандарты, все... Ну, какие стандарты? Ну, посмотрите на первом этаже, ну, чего мне сейчас рассказываете? Я же только что там был, там сырость стоит. Сырость стоит. И это не нужно быть специалистом. Я спрашиваю, вы для себя бы такое построили? Претензии и в райцентре. Здесь тоже возводили дома для переселенцев. После осмотра вердикт Александра Бричалова однозначен. Это преступное отношение к людям. На подготовку предложений застройщикам дали неделю. Устранять дефекты им придется в кратчайшие сроки и за свой счет. Точно до конца лета проблемы будут все решены. Вот это я обещаю. Как бы там ни было, из каких бы мы источников не находили средства, ну, что-то мне подсказывают, что будет заинтересованность у застройщиков. Наконец-то нормально исправлять, не замазывать там, не замазюкивать и обои не подклеивать. По мнению Бричалова, вопросы к застройщикам будут и у правоохранительных органов. Необходимо уточнить массу информации. В том числе и почему местные чиновники настаивали на переселении из домов, где не так давно за бюджетный счет проводился ремонт. Сегодня здесь объявили о предстоящей масштабной проверке. В республике будут проинспектированы все построенные по федеральной программе переселения дома. Воспитники детских домов и школьники Пензы подключились к социально-экономической акции по сбору пластиковых крышек. Вырученные средства от переработки вторсырья пойдут на строительство дома Вероники, центра, где живут и работают молодые люди с тяжелой степенью инвалидности. На протяжении нескольких дней начало занятий в гимназии ступени происходит одинаково. Дети ссыпают принесенные с собой крышечки в общий фонд класса. Для специальной школы для инвалидов, где дети, которые инвалиды, которые не могут передвигаться сами. И вот мы собираем эти крышечки, чтобы их переплавили. И из них сделать дом. Анна Цирулева рекордсмен. Своими крышечками она смогла заполнить большую пластиковую бутыль и пакет. Во второй день, когда у меня набралось 10 крышечек, я попробовала из них башенку построить. И я действительно поняла, что для Вероники нужен миллион крышечек, а не так мало. Подсчитать, сколько всего собрали в школе очень сложно. Некоторым уже удалось принести не 100 и не 200 крышек. А к сбору подключились друзья, родители и даже коллеги по работе. У меня помог папа. Он попросил своих работников, чтобы ему помогли собрать крышки. И сколько в итоге ты крышек набрал? 1150. Организаторы с удовлетворением отмечают, что не ожидали такой активности горожан. Первоначальная задача – собрать миллион крышечек. Это примерно тонна. Но если их будет больше, все пойдут в дело на переработку. А вырученные деньги отдадут на строительство пансионата для молодых инвалидов. Дома Вероники. Мы ставили себе на самом деле задачу, чтобы с помощью начала вот этого небольшого привить в будущем вообще навыки вот этого раздельного сбора мусора и вообще отношение к мусору как к ресурсу. Ни одного штрафа за 74 года водительского стажа ветеран Великой Отечественной войны из Башкортостана всегда готов отправиться в путь. И даже солидный возраст, а ему уже 91 год, не помеха. Ну, пойдем, поехали. Внимательность к технике, вещам и, главное, к другим людям – основной принцип, которого придерживается Габдрауф Салахович. Ветеран рассказывает, этого достаточно, чтобы водить без аварий. Габдрауф Гореев уже 74-й год за рулем и предпочитает только отечественные автомобили. Ухаживать за нашей техникой проще и дешевле, признается ветеран. Сейчас он живет один, но с легкостью управляется с домашними делами. Габдрауф Салахович привык рассчитывать только на свои силы. Дом, баню и гараж он построил своими руками. И здесь у него царит идеальный порядок. Ну, я, знаешь, в любое время и ночь приезжаю. Бывает, иногда и света нет. Я подойду, я знаю, где какой инструмент лежит. Кроме вождения автомобиля, Габдрауф Салахович занимается еще и общественной жизнью. Дает школьникам уроки патриотизма и мужества, решает проблемы других ветеранов. Недавно к нему в гости заехал даже главный госавтоинспектор республики Динар Гельмудзинов. Он искренне удивился тому, что у фронтовика нет ни одного штрафа. Ветераны Гореева знают все жители города Билибей. Так как он очень энергичный, мы хотели бы, чтобы Габдрауф Салахович был примером другим водителям. Габдрауф Гореев стал управлять легковым автомобилем уже после Великой Отечественной. На войну его призвали в 43-м году. По распределению он попал в танковую дивизию механиком-водителем. Неожиданной для него стала встреча с родным братом. Трое мы служили, а ты, брат, я. Кто вернулся? Все трое вернулись. Ну, правда, все мы насарапанные, раны, ну, живые. При освобождении Польши получил контузию, перелом позвоночника и ребер. Думал, что уже никогда не будет ходить. Не то, что водить машину. Однако, восстановившись, Габдрауф Гореев попал в зенитно-артиллерийскую бригаду. Боролся с бандеровцами. Я был командиром орудия на 76-й пушке. Я с этим покончал. Я служил в Белоруссии. Пять лет я служил после войны еще. Военные травмы дают и себе знать, рассказывает Габдрауф Салахович. Но у ветерана есть проверенное средство. Сюда, на таранта своего, сел и поехал. Советую всем старикам, зачем ходить палками. Я палки в руках не держу пока. Здоровью ветерана может позавидовать даже 60-летний пенсионер. Движение – жизнь, поделился секретом Габдрауф Гореев. Ну, а самое главное, говорит фронтовик, это не стареть душой. Не слушай, царь. Я их доставляю. Пускай работает. Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках Кумпарсита прошли в Самаре в 17-й раз. Эти состязания посвящены первым олимпийским чемпионам страны Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. За пределами ледовой площадки у юных спортсменов суета и волнение. И это вполне объяснимо. Ведь для большинства из них выход на этот лед является большим шагом на пути к великим достижениям. Среди участников около 70 танцевальных пар из разных регионов страны. Одна из самых юных спортсменок – Ульяна Злобина. Не просто танцует, она исполняет папину мечту. Сначала я ходила в одиночное катание, а потом я перешла в танцы на льду в паре. Это была папина мечта у моего папы. И из-за этого я туда пошла. Свой знаменитый танец «Кумпарсита» Людмила Пахомова и Александр Горшков создали именно в Самаре. 50 лет назад номер оттачивали в Куйбышевском дворце спорта. Позже именно аргентинское танго принесло молодым спортсменам олимпийское золото. 17-й год подряд «Кумпарсита» собирает лучших юных фигуристов России. Они резерв страны, уверен первый исполнитель танго, а ныне президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Турнир «Кумпарсита», где мы можем увидеть много новых, молодых, перспективных спортсменов. Я думаю, что это одна из тех частей того самого прогресса, о котором мы говорим и который, собственно говоря, должен вернуть нам эти лидирующие позиции. Из-за реконструкции дворца спорта соревнования прощаются с Самарой, но не с губернией. В следующем году турнир переедет в Тольятти. Вы смотрели программу «Вести Приволжского федерального округа». Продолжение следует...